Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ас-салату ас-саламу аля Расулли Ллах, аля алиху ас-саби хаджмаин ама-ба'ад. Продолжим морфологический разбор суры Аль-Наса. Мы остановились на слове Аль-Хан-Нас. Аль-Хан-Нас это мобаливатусмилфа'ли, усилительная форма имени действующего или действователя, то есть причастие действительного залога. Образован от глагола Ханаса-Яхнасу, скрываться, отступать, удаляться. Таким образом, получается, что если шайтан описан этим качеством посредством усилительной формы, то это указывает на то, что шайтан неустанно пытается сбить человека и отстает от него лишь в тех случаях, когда человек поминает своего Господа. Значит, Хан-Нас это исмун салати юрмазидун бихарфейни, трехбуквенное имя с добавлением двух букв, алифа после айна, после второй корневой буквы, и повтором айна, то есть второй корневой буквы, буквы нун в данном случае. Сахихун салим, так как и алиф, и нун – это добавленные буквы, а не корневые. На примере двух этих имен, Уас-Вас и Ханас, можно понять важность изучения науки сарф. Ведь точные смыслы этих слов понимаются посредством их морфологических форм, которые и указывают на их значение. А все это изучается в науке сарф, что такая-то форма – это усилительная форма, а такая-то форма от глагольного имени для четырехбуквного первообразного глагола и т.д. Дальше, аль-Лидзи и Уас-Вас-Вас-Фи-Суду-Рин-Нас, который навещает в грудях, т.е. сердцах людей. Аль-Лидзи – это Исман-Маус-Удин, относительное местемение, мабдивен слово с неизменяемым окончанием, поэтому не будет здесь рассматриваться. И Уас-Вас-Фи-Суду-Фи-Лин-Ма-Далю-Н, глагол «Настоящее будущее время» по модели Юфа-Лину, порода Фа-Лину-Фа-Лину, Уас-Вас-Фи-Суду-Ус-Вас-Фи-Суду и Уас-Вас-Фатан, а также Уас-Вас-Фи-Суду, по мнению некоторых. В предыдущем уроке в суре «Ан-Набе» мы уже поговорили о правилах образования формы глагола Аль-Ма-Даля, глагола «Настоящее будущее время». Глагол Уас-Фус, от которого образован глагол Юас-Фус, это Фа-Лин-Урба-И-Юн-Муджарудан, четырехбуквенный глагол первообразной формы, то есть без добавления. Гой-Рус-Альм, так как это Муду-Ав, его первая и третья, а также вторая и четвертая буквы идентичны, то есть являются однородными. А что касается наличия слабой буквы, то это не приводит к таким изменениям, которые бывают в трехбуквенном глаголе. Фи-Суду-Лин-Нас-Фи это харф, а значит не будет здесь рассматриваться. Судур это Исм, это джамм множественное число слова Седрун. Судур по модели фаулен, Исм-Ыу-Ла-Ти-Юн-Мази-Дун-Би-Харфен. Трехбуквеное имя с добавлением одной буквы, буквы ВАУ, перед последней кореневой буквой. Джамм-Юн-Мукас-Царун, ломанная, разбитая форма множественного числа. Слово Нас мы уже разбирали. Мин-Аль-Джин-Нати-У-Нас, из числа Джин-На и людей. Мин-это харф, а значит не рассматривается наукой С-Арф. Это налицательное имя множественного числа, в котором для обозначения одной единицы данного вида используется Я-Ун-Мушадда-Датун, то есть Джиннен или Джиннатун это собирательное имя Джинны, а Джинниюн с добавлением удвоенного Я на конце это уже одна единица или один представитель данного вида, например Инсун и Инсинюн, Зинджун и Зинджинюн и так далее. А что касается та марбутатун буквы та на конце слова Джиннатун, то это просто признак, который ставит данное слово формально в женский род, подчеркивая его множественность. Таким образом оно используется и та в конце как Джиннатун и без него как Джиннун. Джиннатун образован от глагола Джинна и Джинну или Еджинну, быть скрытым, невидимым, а также скрывать. Значит Джиннатун или Джиннун это Исмун с ла-си-юну муджарудун, трехбуквенное имя без добавления, а если Джиннатун, то с добавлением та на конце, то это Сахьюхан Гойрусальмин. Сахьюхан потому что здесь нет слабых букв, но Гойрусальмин неправильное имя так как это Мудуа. Его Айн и Лам, вторая и третья корневая буквы, являются однородными. Он Наси, Альва это Харф, значит не будет здесь рассматриваться. А что касается слова Нас, то мы уже поговорили о нем несколько раз. Уллаху Алан.